Сега и Звуковая Команда представляют игру Звуковые Поколения. Да, почему бы не поиграть ещё немножечко в нашу любимую франшизу Звуко-Заизгород-свинья. Я уже, конечно, говорил, что я собираюсь поиграть в эти младшие версии этих новых игр, так сказать, модерновых. Не то, чтобы прям шибко хотелось. В принципе, Colors уже вполне показал, что самое лучшее, что там может быть, это диалоги. А геймплей лучше скипать нафиг, да. Я имею в виду младшую версию Colors, естественно, в старшую я пока не играл. Но в любом случае я планировал поиграться в младшую версию Sonic Generations и Sonic Lost World. Но я поигрался в Lost World и выяснил, что это просто какое-то фу-фу спучнейшее. Эти самые катсцены там те же самые, абсолютно скрипаченные, просто более сжатые. А вот геймплей какой-то растянутый, унылый, нудный. Я даже Винди Хилл заманался проходить. Какой-то хардкор, очень долго, скучно. Короче, не хочу его проходить, видимо, уже не стану делать это на запись. А вот Sonic Generations вполне можно себе заяснять, потому что здесь всё-таки есть уникальный контент, которого нет в старшей версии. И даже катсценки здесь выполнены по-другому, а не просто скрипаченные из старшей версии. Так-то. Ну и, собственно, давайте мы наконец-то выясним, что же имеется интересненького в игре под названием Звуковые поколения 2011 года. Ну так, просто позырить немножечко анимации во всех этих дополнительных менюшечках для галочки и подумать, подумать. Вообще, у меня предыдущий летсплей этой игры продлился всего-то 4 серии, кажется, поэтому очевидно, что и эта игра у нас сильно не затянется, скорее всего. Ну, если, конечно, не буду постоянно заглядывать в каждую менюшечку, чтобы заснять каждую анимацию, каждую моделечку, чё там Сонечек делает и так далее. Бегает по часикам. Собирает коллекцию всякого хлама, который есть, я собирать не буду. О, вскрыли сундук, блин, ящик Пандоры, откуда вырвались Гринхеллы и прочие грязнички, которые мы до сих пор разгребаем спустя все эти годы, не правда ли? О, да, да, я говорю про Фронтирс, естественно, наш любимый. Так, ну ладно. Всё, засветочится. Это очередной унылый летсплей, и мы сейчас будем уныло летсплейить игру Звуковые Поколения. Поехали. И начинаем мы... С нашего любимого, конечно же, Гринхелл. Старый добрый Гринхельчик. Как же мы по нему скучали, не правда ли? Да, определённо, самая лучшая локация во всей истории игровой индустрии. Настолько замечательная, что мне приходится прерваться, чтобы выматериться хорошенько за кадром, так сказать, прежде чем мы продолжим её проходить. И радоваться всему тому, что мы здесь миллион раз видели, не правда ли? Всё те же катающиеся, медленно дёргающиеся цветочки, всё те же пальмочки, всё те же шахматные поля, всё долбанные мониторчики, все эти одни и те же. Как же меня уже всё это задолбало. Прямо как вот этот монитор, постоянно долбящий меня по башке. Меня так же уже задолбало возвращаться в этот чёрт, Гринхелл. Эх. Но, увы, я взял на себя зачем-то эту задачу пройти ещё одну игру по Соника, вместо того, чтобы найти уже какую-нибудь другую франшизу, в которой нет этих понючих Гринхеллов. И будем сейчас проходить дальше, да? Снова наслаждаться замечательной, обожаемой нами ностальгией. Ура. Ой, просто ужас. Я, видимо, навсегда проклят перепроходить все эти Гринхеллы в различных вариациях, просто потому, что я фанат Соника, и мне просто некуда деваться, ведь этих Гринхеллов так много. И их копипаст, и их всяких повторялок, и изменённых названий, по сути, те же самые Гринхеллов, очень много, короче говоря. И всё это задолбывает. Да. Кстати, этот первый акт полностью скопипастчем с классики, в отличие от Generations, где акт был всё-таки самостоятельным. Ну да ладно. Учитывая, что первый летсплей у меня длился всего 4 серии, здесь, по идее, тоже должно быть быстро. Посмотрим. Итак, Сонечек офигел. Ничего нового, в принципе. Сонечек ещё больше офигел. Ух. Пдуф. И его скушало. Ну да, по крайней мере, есть смысл поиграть, хотя бы ради катсценок, в отличие от Лост Ворлда. Что? Да, ну и постановка, конечно. Эй, Тейлз, шо, как дела? Ты хотел, чтобы я с тобой навстретился, да? Ух-ох, ты рано пришёл, Соник. Конечно же я рано пришёл, я же самый быстрый чел в мире, помнишь? Что, у тебя проблемы, дружок? Ну, да. Да, мы вообще-то готовились устроить тебе сюрпризную вечеринку по случаю дня рождения. О, е, о, э, о. Извини насчёт этого, в смысле, спасибо за то, что ты делаешь, хвостик. Ты добро пожаловать нах. Конечно, было бы лучше, если бы ты пришёл после того, как все остальные пришли сюда. Я могу пробежаться ещё разок по всей планете и вернуться, если хочешь. Эм, нет, всё нормально. В смысле, ты уже всё узнал, поэтому почему тебе просто не присесть и не заткнуться нах? Ну, и заткнул ему рот большой сосисочкой своей. Неплохо, неплохо. О, вот это выглядит здорово. Пока ещё не начинай, Соник. Да. Пока ещё не начинай, Соник. Тебе нужно подождать, пока все остальные не придут и не принесут свои сосисочки. Так, всё-всё, успокоились. Перестань думать о чужих сосисках, которые будут дружно заваливаться в Сонику в пасть. Итак. Мне не нравится ждать. Эй, вот эта вот сосисочка с бантиком для меня, да? Ну, да. Интересно, почему все так задерживаются? Наверное, пробуют свои сосисочки за кадром, угощая друг друга, да? Ого! Соник, смотри! Ну, на самом деле, никого нет, потому что, естественно, бюджета не хватило их все сюда всунуть, все модельки сделать. Увы. Что? Это огромная страшная джпгшная картинка! О, ужас! Капец, эти сцены выглядят ещё более бюджетными, чем в Колорси, понимаете? Ого, Соник! Тейлз! О, меня всасывает! Помогите, меня засасывает! Помните? Наклз. Эй, что происходит? Ргрр! Помоги мне, Соник! Его засосала опасная картинка. Да уж, вот это наэкономили, конечно. Где я? Где хвостики? Хм? Что такое? Ещё одна джпгшная картинка. Это выглядит знакомой. Надо пойти и посмотреть. Топ-топ-топ. Вот такие дела. Да уж, не успели мы потискать сосисочки, поблизывать их, так сказать, на праздничек. Как уже нужно, понимаете ли, идти, проходить, спасать мир дальше, собственно. Так, прочистили горлышко, перестали думать о том, как Сончик будет пробовать сосисочку Тейлза, обвязанную бантиком. И отправляемся, наконец-то, в ещё один наш любимейший Грин Хэлл. Ай, блин, когда же это закончится-то, а? Ну ладно, ладно. Возможно, это последняя игра, в которой я прихожу в Грин Хэлл, мало ли. Если, конечно, я не начну снимать Lost World, младшую версию. Там и то же Грин Хэлл, только с другим названием, так сказать. Так, ладно, шоу у нас имеется. А, ну да, у нас имеются звездюли, которые мы будем с огромной радостью собирать, естественно. Потому что, сами понимаете, моя реакция в 2D-играх самая отстойная. Я и в 3D-играх-то постоянно туплю, а уж в этих-то тем более. Ну, ладенько. У нас имеется буст, у нас имеется хоббинг, у нас всё то же самое практически, что было сейчас недавно в Сончик 4. Только вот опять-таки имеется халявный бустик, и это, в принципе, неплохо. Ну, с другой стороны, когда у нас есть бустик, это означает, что я буду ещё хуже на всё реагировать. Учитывая, что здесь игра у нас во все эти прекрасные 15 FPS, или даже меньше, я вообще не понимаю, как в это всё нужно играть на скорость, как тут нужно что-то видеть, потому что передо мной просто мельтешат непонятные картинки. Очень галючные картинки, на самом деле. О, я не упал в пропасть, однако. Ну, неплохо, что ж, придется, хоть это хорошо. Может быть, там повезёт, и тут вообще не будет пропасти никаких, а? Может быть, просто нестись, лишав Y to win, так сказать? А, блин, и хрена себе, теперь уже эти сраные тотемы на нас нападают. А дальше что? Что вот эти вот шахматы и поля на нас навалятся одновременно? Хотя, в принципе, нечто подобное уже было в Кортисе, поэтому ничего удивляюсь. Так. Всё, короче, несёмся, веснуемся. И вот наш первый босс, это очередной сраный тотем, представляете, да? Кто бы мог подумать, что эти дурацкие хреновины, которые всё время были у нас перед носом в течение всех поражений Гринхелла, оказывается, ещё и будут нести угрозу. Ужас какой-то, ужас. Ранг Б. Накласть. Просто проходим, и всё, ради того, чтобы пройти. Спасибо, Соник, я думал, что я уже точно сдох, мах. Летая без тела в тёмной бездне, у меня теперь будут ночные кошмары неделями. Ну, рад, что ты в порядке. Так как насчёт сосиски? Это лишь мне только, или это место выглядит знакомым? Хм, ну, в общем-то, не совсем. О, да, Тейлз, для тебя тоже будет очень знакомо это место за все следующие годы. Но похоже, что что-то высосало всю жизнь и цвет из этого места. Очень странно, да? Не более странно, чем спасать Джина в магических книгах, или спасать чужих в космическом парке развлечений. Это всё Колорс и этот самый Секрет Ринкс, кажется. Я не играл в эти спин-оффы, поэтому не знаю. Так, ну первое, что первое. Давайте сначала поймём, что это за место. Соник! Эй, Соник, там что-то вон там есть на расстоянии. Похоже, там темно. Может быть, там ночь, и вон там ещё гигантский мухомор? Ах, да, Тейлз, ты чё-то у нас слева под мухоморами уже. Наверное, это хорошее место, которое надо заценить. Я скоро вернусь! Оставил нашего Нарика, и у нашего Нарика уже начался приход. Вау, ты не шутил, когда ты сказал, что вернёшься раньше. О, у тебя такой здоровенный работящий ротик. Не хочешь сосиску с ленточкой? Нет-нет. Я думал, что ты уже уходишь, так сказать, знаешь. Точно не хочешь сосиску с ленточкой? У меня есть одна. Мда. Ну и упор, это они тут, конечно, ужас. Зато это весело, по крайней мере. Вот что хорошо. И у нас также открылись миссии и прочая хрена. Я просто пройду по сюжету, поэтому на миссии накласть определённо. И прочий контент тоже. Я уже один раз прошёл, естественно, эту игру для себя. В начале года, кажется. И, в принципе, она проходима, но с некоторыми оговорками. Так, спешл стейджи. В этот раз, в отличие от Соника 4, я смогу взять все эти сраные из-за груды хаоса. Можете порадоваться за меня, наконец-то, да. Итак. У нас здесь, как видите, старая добрая классика из Соник Хироус, ни с того ни с сего. О, да. Если в основном Generations мы получали эти изумруды по сюжету и по прохождению мини-боссов, то здесь вот изволь париться. Но ничего. Я, короче, использую быстрые сохранения. Они у меня, конечно, есть, но я им сильно спамить не буду, потому что эта игра явно не та, в которой это удобно будет делать, короче говоря. А так, в целом, спешл стейджи тут, конечно же, халявные. Гораздо проще, чем было в этих эпизодах долбанных. Просто знай себе, зажимай кнопку буста, и всё. Буста ведь в Сонике Хироус так-то не было, там просто бежал и собирал эти сферы. И сам по себе как-то получал ускорение, вроде бы. Если я ничего не забыл, конечно. А тут вот, пресс игрек ту вин, так сказать. И меня это вполне устраивает, потому что эти спешл стейджи такие легкие, расслабляющие. А вот сама игра может быть не такой уж расслабляющей, между прочим. Единственное, правда, что напрягает, это то, что мы бежим, 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 и непонятно, мы догоняем вообще эту зумрудь или нет. У нас так-то прогресс бар, вон имеется сбоку. Но всё-таки... Красиво идём пока что. Вообще, я все эти спешл стейджи, вроде бы, прошёл без особых проблем. Не без прогрошей, конечно, но всё-таки... Было, вроде бы, в целом просто. И самое главное, что игра меня не ограничивает, я могу сколько угодно их переигрывать, эти спешл стейджи. Не нужно собирать себе эти сраные 50 колец каждый раз, как это в сраном эпизоде. Ранг S, так-то, соседи S. Со своими спешл стейджами вонючими надоели уже. Ах, на, ладно. Я уже, конечно, заманался лапать своими руками эти зумруды хаоса чёртовы в каждой чёртовой игре. Но ничего-ничего. Вот мы прошли первый уровень и поехали сразу же в следующий. А следующий это, наконец-то, уникальный контент, Казино Найт. Его у нас ещё не было. В бесконечных переизданиях. Ну, разве что в Соник 4 было нечто похожее. По факту копирка тоже была. Так что, ладно. Но полноценно, полноценно именно здесь. Ура! Казино Найт. Ну и, конечно, графон выглядит несколько пососным, не правда ли? На фоне то, что мы сейчас видим, просто какое-то убожество. В Соник 4 выглядело гораздо лучше, не правда ли? Там был красивый такой город, а тут просто какая-то дресня цветная. Ой, кошмар, кошмар, кошмар. Ну, ладно. Тут, кажется, видимо, тоже копирка, потому что я что-то узнаю местные... местные расстановки декораций. Копирка в плане имеет цвету самого геймдизайна. Прямо как Green Hell Act 1 был полностью скопирован с оригинала. И здесь, видимо, тоже нечто подобное. Ну, это, наверное, и хорошо. Чё ж, играем снова, так сказать, в Соник Оридженс, получается. Только теперь в 3D. Да, вот если бы весь Оридженс был в 3D, тогда это было бы гораздо интереснее, не правда ли? Чем очередная тупая копирка классики за полную цену, так сказать. А тут, что ж, хотя бы только частично бы наклепастили. Так, ладненько. Привыкаем, значит, заново к старой доброй классике, в которую я игрался с самого детства, в которой я уже абсолютно полностью задолбался её проходить и видеть без конца, так сказать. Но почему-то зачем-то всё ещё это делаю. Вместо того, чтобы пойти в какие-нибудь там спин-оффы, типа всех этих Black Knight'ов, Secret Rings'ов и прочее. Да. Ну, блин, в том-то и дело, что это всё консольные эксклюзивы всякие сраные, ничего на ПК не выходило никогда. Изволь париться с этими эмуляторами и так далее. Так, короче, Квиксейва я начинаю использовать, а то меня уже заманало это всё. Так, мне уже не понадобились Квиксейва, в принципе. Хорошо. Ну-ка, ну-ка. Вот здесь в оригинале, в классике, есть проход в стене и там жизнь. Но здесь почему-то я не вижу никакого прохода в стене, к сожалению, так что походу меня обманули. Где, где, где жизнь моя, блин? Да. Походу мы здесь надолго, знаете. Будем долго-долго так разгоняться, разгоняться, разгоняться. Всё, хватит уже, хватит. Давай-давай, спиндэш. Ух. Ни хрена же тебе, да чё он такой дохленький-то совсем стал, наш Сонечек? Давай уже. Фух, всё. Походу на этом уровне мы проведём больше времени, чем я ожидал. Вся серия у нас уйдёт чисто на него, несмотря на то, что это вроде бы копейка классики. Да. На фон лучше не смотреть, у меня аж глаза вытекают от этого страшного, уродливого, джпгшного города. Кошмар какой-то. Эээ? Это чё сейчас было? Замечательно, меня сплющило неизвестно чем. Ладно, скипаем так скипаем. Знаете, как всегда убеждаюсь, что пока я не болтаю, я прохожу гораздо эффективнее, даже верхними путями, а не только ниждебе. Но с телами только открыть рот, и всё. И Соник у нас сразу же начал тоже разъевать свою пасть, пытаясь поймать все сосиски Тейлса. И падать, 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 падать. Так, ладно, не будем каркать. Ну-ка, разочек погоняем, чего у нас выпадет? Так, бар, два кольца и бар. Почему бар? Где Гуся? Вы разве не понимаете, что это классика? Мы снова должны приключаться с Гуся и бороться за правой, оторвать ему его лапу. Эм, в смысле имеется в виду за руку и сердце и так далее, да? И всё остальное тоже. Но, видимо, не в этот раз. Так, где я вообще оказался? Я даже не помню этого места, на самом деле. Сколько бы раз я не проходил, то классику, но даже если тут как бы пасть от уровней, я всё равно них вина не узнаю, к сожалению. Вся эта ненужная информация быстро у меня из головы уходит, к счастью. Хотел бы я тоже самое сказать об остальной ненужной информации. Типа того, сколько Гринскайлов я уже видел и посещал, да, за эти годы. Кошмар какой-то. Так, всё, хорошо, с этим справились, получили ранг А. И идём нафиг. Быстренько, быстренько, быстренько. Я не хочу задерживаться. Я вообще по большому счёту не планировал сейчас снимать этот летсплей, но решил это сделать, потому что мне просто нечего снимать особо вместе с шутерками. Поэтому вот, играемся дальше в Сонечка, эту старую долбаную, в смысле, ностальгичную классику, да, замечательную. Просто мечтал, что я вернусь сюда и снова на всё это буду любоваться. Итак, классика Modern Sonic здесь отличается по большому счёту только наличием буста и всё, по факту. У одного буста, у другого спиндэш. А так у нас одно и то же дурацкое 2D, поэтому я даже не знаю, на кой хрен вообще нужно было делать эту портированную версию, если она по факту она даёт нам две одинаковых игры за двух разных персонажей, как бы по идее. Ну, вернее, персонажи тоже одинаковые, поэтому, в принципе, в этом мета смысле всё логично, не правда ли? Всё копирка, всё одинаково, всё уже видено и переведено миллион раз. Так, ну-ка. О, начинается. Начинается. Сейчас нужно совершать исключительно правильные действия, чтобы не упасть и брата вниз и не тратить ещё полчаса, как я это делал в Sonic 4, блин, застревая в одних те же места постоянно. Ой-ой-ой. Здесь хотя бы пушек нету всяких. Так, знайте, беги, 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 надейся, что эта камера повернётся по-нормальному, потому что 3D, в полноценное 3D игра не переходит, а почему-то поворачивается слегка вбок, как будто. Типа, вот он, компенсация за отсутствие 3D нормального. Ужас просто. Пускай уж камера висит в одном месте, чё вот это вот за изгиб дурацкий, я всё равно же нифрена не вижу от того, что камера чуть-чуть повернулась вбок. Что за приколы? Так, ну-ка. Кольцо. Бар. И... ну-ка, ну-ка, ну-ка. И Sonic. Какой Sonic ещё? Это гусик должен быть, Sonic'ов у нас 100 хватит. Или это был честный намёк, что типа, модерн Sonic должен взять два кольца и пойти в бар с Classic Sonic'ом? Понятно, понятно, а чё у нас тут за шиппинг поддерживают разработчики. Всё ясно с ними. Кхм. Так, три подхвостника наших, три бесполезных подсоса, а не на что негодных. Эх, к этому мы уже привыкли, конечно. Так, чё тут? А, вот всё понятно. Терпеть я могу пинбол, вы, конечно, прекрасно это знаете, если вы смотрели мои предыдущие летсплеи по Sonic'ам. Всё время говорил, что пинбол лётёт на пик, он меня уже задолбал, поэтому я на всякий случай делаю пик сейф и несусь, несусь, несусь поскорее к финишу, чтобы всё это закончить. О, а вот это тоже что-то новенькое, однако. Так, чё-то мне требуется? Я, конечно, не играю во все эти азартные игры, понятия не имею, что здесь и как, да и в принципе накласть. Так. Тут можно что-нибудь выиграть, интересно, или я просто трачу своё время зря, вращаясь на этих колёсиках вонючих. А, понятно, тут нужно просто выпадать. Ну и зачем это было всё на ужина? Дайте мне тогда уж продать последние штаны гусика в казиношке для разнообразия. Так. Типоле, зная меня, так сказать, мы знаем, что Sonic'у и гусику штанцы не понадобятся. Нет-нет-нет. Да, очень смешно, как обычно. Но, кстати, мне нравится, что здесь довольно-таки приличная скорость. Вот, несмотря на эти 15 фпс, в которые идёт игра. Я так понимаю, так игра и идёт в оригинале, это не проблема эмулятора. Несмотря на это, у нас получается неплохо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Неплохо нестись вперёд. И так же мы получили джекпот. Ура! Вот это мне повезло, однако. Надеюсь, сейчас не случится какая-нибудь фигня, типа вырубания света, из-за которой у меня поломается запись видео, и придётся начинать снимать всё заново, и я не смогу показать вам, что я получил джекпот. Вот так вот, по-честному. Ватс, получил его. Это было прикольно, на самом деле. Ну-ка. Пять ранг Б. Ужас какой-то. Наверное, ни одного ранга С я не получу, к сожалению. Буду накласть на них. Ты, Зард, Соник. Вернее, ты вернулся, Соник. Эй, Тейлз. Мы здесь были раньше, не так ли? Эти светящиеся неоновые света, эти большие слотовые машины. Ты прав, Тейлз. Это место даёт мне довольно-таки плохое дежавю. Пора узнать, что там происходит. Да, спасибо, что хотел без этого вонючего химического завода сраного. Ура. Да, действительно, как разработчики мудрились удержаться и не засунуть ещё и его сюда. Вместо него дали нам в казиношке побегать и заработать джекпотик разочек. Я доволен. Но так, конечно, казиношка выглядит чуть-чуть симпатичнее, чем то, что было на фоне. Так, всё, погнали. Ещё раз, спешл стейдж. Квиксей вы используете только в крайних случаях, конечно. Так-то у меня в целом всё нормально проходилось. Кроме вот пары боссов. Ну ладно, об этом потом. Сейчас надо постараться, наверное, за одну серию всю классику пройти, раз такое дело. Преследуйте изумруд хаоса, временной лимит в минуту 30. Всё, погнали. И начинаем. Снова пресс Y2W, но, конечно, нужно немножечко уклоняться и начинать. Появляются препятствия, становится всё сложнее и сложнее. И, конечно же, мне потом придётся, скорее всего, на поздних уровнях заткнуться, чтобы сосредоточиться на деле. Ну, понятное дело, что поскольку здесь нужно собрать изумруды хаоса для прохождения игры, в отличие от этих эпизодов вонючих, то здесь не могут быть слишком сложные спешл стейджи. Иначе как игроки смогут всё это казуальненько пройти, поставить 5 звёзд и так далее. Если не дать такой возможности. Так что даже я, со своими кривыми руками и постоянным пустым трендежом, должен справиться про идеи, не правда ли? Имеется в виду на запись. Вне записи, это понятное дело, я справился с квиксейпами. А вот тут, тут, может быть, сложнее немножечко. Так, Соник у нас такой наркоман, что постоянно собирает какие-то цветные пузырики. Вот, видимо, ему в кайф это делать. Загладывает их, загладывает и загладывает, и за их счёт несётся на свои передёжные тяги вперёд, видимо. Ну, видимо, так-то работает, я просто не знаю. Никто нам не объясняет ничего, понимаете? Так, ранг S опять-таки. Ну, здесь ранг S можно не считать, тут же, блин, press Y to win опять-таки. Да, геймплей как раз по мне. Кстати, что иронично, не правда ли? 3D нету в основной игре, зато он есть в спешл-стейджах. Как так вообще? Спасибо, разработчики, с такую странную логику. И дальше, к счастью, нету Sky Sanctuary, да, нету ещё одного задолбавшего уровня. Вместо него у нас есть Мухоморный Холм. Давайте же мы его заценим, потому что время у меня ещё есть вполне. Мухоморный Холм. Здесь мы ещё не были, однако, да, его ещё нигде не ремейкали, не пересдавали, вроде бы. Я, конечно, может быть, что-нибудь упустил, но вроде бы, в целом, он здесь впервые появляется в полноценном ремейкнутом виде, да. Ура! И первое, что я делаю, это, естественно, огребаю. Вот вообще, кстати, Мухоморный Холм выглядит симпатичнее, чем казино в этом плане, потому что на заднем фоне нету этих уродливых джипогашных зданий, вместо этого там джипогашные горы, и, в принципе, выглядят они неплохо. Так, ну что ж. Ох ты, прямо же КТЕ какое-то с сигнальными оповещениями звуковыми, так сказать. Так, а здесь тоже копирка или нет? Потому что я чё-то не припомню, чтобы в начале Машрун Хилла было вот такое вот поднимание долгое. Может быть, и было, опять-таки, я уже всё напрочь забыл. Тем более в 3D, тем более всё забываю. Так. Фух. Вообще, конечно, Мухоморный Холм такая халявная, весёлая локация, где очень много этих самых колец, спешл-стейджер в оригинале, по крайней мере. Поэтому можно очень легко собрать все изумруды ещё здесь, прямо как это было в Соник 2 в Эмералд Хилле. Так. Кувырки у нас эти самые уже взятые из второго адвенчера, получается, потому что здесь они, конечно, тоже были, но в каком-то другом виде, без вот этих вот отметочек. Ой. И улетел я в самый низ, естественно. Это мы обожаем делать. Фух. Ну вообще, да, должен признать, конечно, что казино выглядит симпатичнее в плане ассетов. Там ведь такое разнообразие, яркость, цвета и так далее. А здесь просто одни камни, камни, камни. Это не лес, это просто именно что пещера какая-то сраная, постоянная. Те сплошные камни повсюду. Так. Подобрали разочек бессмерти, чтобы послушать весёлый музон, который я вам не дам, естественно, послушать, потому что нужно отрындеть. Ну а, кстати, это место я помню. Там, вроде бы, можно было спрыгнуть в процессе подъёма и попасть на ещё один спрятанный бонус-уровень, что я, естественно, показывал во время прохождения Ориджинса. Ой, а здесь что показывать-то? Здесь нечего делать, просто несёмся кое-как и надеемся, что однажды мы увидим нашего сладенького гусика, у которого здесь, естественно, ещё меньше появлений, чем обычно. Эх. Хотя и во Фронтире всего тоже было слишком мало. Вот так-то. Только и бегая, постоянно дрючим эти таблички без конца. Готово. Но хоть раз получу более высокий ранг, чем Б. Видимо, нет, не суждено. Так. Кстати, видите, так хитро с эмулятором разобрался, что я разделил на два отдельных окна, и теперь в итоге второе окно у меня маленькое и ненужное, поэтому можно его оставить таким маленьким и спрятанным, а вот основное окно видное, большое, широкое и так далее. А я подбираю самые идиотские слова, пытаясь сказать самые очевидные фразы. Не важно, короче, не важно. Главное, что весь графонитер перед вами в фулл-хд будет. Фулл-хд 60 фпс, как я всё время пишу в названии видео, хотя по факту мы, конечно, видим, что здесь не то, что 60 фпс, 10 сил и 10 наберётся. Так. Ну, неплохо, кстати, теперь уже осенний лес. Или типа того. Или он просто закатный. Но красиво в любом случае. Ну, правда, в оригинале так-то это очень было вызвано тем, что и гусик там проводил какие-то свои страшные заднеприводные эксперименты, так сказать. А что тут происходит, непонятно, увы. Так. Ладно, не важно. Очевидно, что Соник просто перепосещает эти локации. Он не пытается здесь снова изменить прошлое или что-нибудь вроде того. Не пытается спасти мир. Просто проходит как попал и валит отсюда к хренам. А дальше хоть трава не расти. Как мы уже убедились, собственно. В Мании тоже, где Соник не пытался снова уничтожать все эти машины Эквона в прошлом. А просто проскочил через Старда Спидвей и пошёл дальше гулять. Охотиться на свою любимую задничку. Так. Ладно, это всё, конечно, весело. Хотя на самом деле нет, ничего не весело у меня. В летсплее у меня с каждым разом всё унылее и унылее. Возможно, я выгораю, кстати говоря. Учитывая какое-то потное и неприятное занятие само по себе. Чего тут нужно было делать? Зачем тут цепляться? Кому это нужно? Ещё это мигание постоянное. Ауч. Как хорошо, что кольца больше не нужны, не правда ли? Поэтому мне без разницы, сколько я их потеряю. Ой. Нормально, прилёг, полежал немножечко на шипах. Сонечек у нас такой, да. Вот уже на усатом шипе приноровился лежать, поэтому теперь можно на любых шипах лежать спокойно. Так, ладно. Мухоморы, мухоморы. Прыгаем, прыгаем. Блин, такие замедляющие элементы мне, конечно, не нравятся совершенно. Три раза. Да, всё правильно. Прямо как это было в оригинале, в принципе. Но я просто привык, что здесь такая приличная скорость, в принципе. Мне это нравится. Это одна, таки, одна из самых скоростных игр, если так посмотреть. Мы всё время несёмся, 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 как бешеные. Это, блин, начинается. Между стенок ещё прыгать. Вот это уже, конечно, не очень. Мне больше нравится нестись, чем замедляющие вот эти элементы выдерживать. Да, блин. Сохраняемся, короче. Сейчас буду падать, постоянно тупить. Так, да. Блин, начинается. Сосредоточиться. Передо мной опасные препятствия. Грибы, которые требуют, чтобы я терпеливо по ним прыгал, а вовсе не нёсся вперёд, понимаете? Поэтому для меня это очень сложное испытание. Не нестись куда-то. Я уже привык с самого начала, что можно нестись, 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 вот так, другое дело. Гораздо интереснее, чем кое-как где-то прыгать. Зачем разобочки это делают, непонятно. Моя бы воля, я бы делал игры про Соника вот такими. Press X to Win, только чтобы можно было бежать вперёд, а не вбок. Да, вот это было бы весело, определённо. Нет, нет, нет. Да, миллионные продажи обеспечены, однозначно. Все любят игры, в которых нужно Press X to Win, не правда ли? Это же гораздо проще, чем заниматься всем этим унылым, сложным платформингом. Так, чё-то астребуется. Постоянно нажимай, нажимай, нажимай Y зачем-то, чтобы уничтожить какие-то несчастные маленькие цветочки. Ой, я упал в пропасть, не заметив этого. Блин, ненавижу крик-тайм-эвент, на самом деле. Вечно требуется идеальная точность действий, какой-то кошмар. А я с этим не исправляюсь, понимаете, я ещё и болтаю постоянно. Мне сложно сосредоточиться совершенно. Просто не могу. Так. Почему мы опять бегаем так какой-то пропастью? Это же лес, куда тут можно упасть и провалиться, в конце концов? Может быть мы будем внизу ходить изначально, а не в подневесе где-то летать, где любое падение для нас смертельно? Не понимаю, в чём прикол, короче говоря. Вот видите, здесь гораздо больше времени среагирует на цветочек, чем там в конце, где нужно вовремя за одну долю секунды нажать на B. Ужас какой-то. Нихрена себе, конечно, бетонная задница Соника проломила гигантскую пещеру. Жесть. А потом по тому же самому повториться гусиком, естественно, в постели. Так, ранг С. Всё, поехали. Мои смешные шутки идут дальше. Звуко! Хай-йоу, хвостики! Я помню это место тоже. Все эти мухоморы, это типа было... Да, я тоже их помню. Какого хрена происходит вообще? И всё побелело. И всё, что ли? Да уж, очень интересные вот диалоги получаются. Ну ладно, поехали. Пока что идём неплохо, в принципе, несмотря на все мои попытки замедлить процесс. Да, нормально здесь, конечно, не побегаешь, как это было в старшей версии. Просто переключаем уровни и усё. Но с другой стороны, не нужно тратить время, понимаете? Не нужно никакие ключики фармить, в том числе. Ворота босса уже сразу же открыты. Так что да, в этом плане это даже лучше и проще. Может быть, мы даже быстрее управимся, чем за 4 серии здесь. Но посмотрим. Всё. Снова развлекаемся, снова кое-как ползём. Погнали. Вот эти спешл-стейджи из Sonic Heroes напоминают мне ещё и спешл-стейджи из Sonic 3D Blast. Там ведь тоже было... Мы там в небесах неслись по дорожке, так сказать. По крайней мере, на уровнях, которые давал нам Tails. Потому что Наклс давал нам уровни в пещерах славой почему-то. Видимо, Наклс намекал таким образом на свои пылающие чувства в отношении нас. А Tails намекает в своих уровнях в 3D Blast, что он от нас воспаряет в небеса, так сказать. Вот так вот можно абсолютно всё интерпретировать, как желание всех наших пушистиков побыть поближе к нашему замечательному герою, так сказать. Хм. Даже не знаю, может быть, начать сохраняться в процессе всё-таки этого самого бега. О, прекрасно, я умудрился упустить все-все-все эти самые уникальные шарики. Ладненько. Главное, чтобы наши шарики были полностью заряжены и готовы ко встрече с экусивскими шариками, так сказать. Да, ничего, нормально проходится. Спокойненько. Ещё ни разу не пришлось даже ничего упускать и перепроходить. Здорово. Вот это другое дело, да, это не то, что там в Sonic 4 дурацком. Даром, что там тоже копирка была в Special Stages, только это хардкорная копилка. Копирка нудная, унылая, прям как я. Ну ничего, ничего. Сейчас как раз пройдём ещё одного босса, вернее первого босса, и на этом остановимся с первой серией. Так. БЦС у нас. И первый босс это Фекл Соник, естественно, тоже ещё может быть, не правда ли? Ну давайте, натянем его хорошечко. Мы это уже привыкли делать, только недавно делали это в Sonic 4. Точки, точки, точки. Опаньки! Они увидели жпгшную уродливую, страшную, размытую картинку из старшей версии. Я бы тоже охерел от такого графона. Такие злые хари. Ох, это просто зеркало. Ну приветик все, сказал и гуся самым соблазнительным тоном, каким только можно было. Посмотри-ка на себя хорошечко, Сонечек. Гусечка! Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ты теперь в последний раз будешь смотреть на себя перед тем, как твои глаза закроются навсегда, и твои губы сольются с моими. Охо-хо-хо-хо-хо. Что? Я в зеркале, это... А? Постой-ка секунду. Оф, он меня отмел. Ну это мы знаем, конечно же, Сонечка нашего все имеют. Особенно разработчики этих игр. Охо-хо-хо-хо-хо. Безрадостный, потому что у нас начинается снова гонка. Увы, увы и ах, нам не нужно сражаться с Мекалсо... Сферкл Соником, нам нужно всего лишь в очередной раз попытаться его обогнать в очередной пародии на Стардаст Спидвей. Ой, ужас какой-то, блин. И вы знаете, что это значит? Это значит, что я буду проигрывать, проигрывать как полный лох, потому что... Естественно, я никак не смогу запомнить все эти повороты, изгибы и прочее, и буду спотыкаться об каждое. Оба все, что можно споткнуться, короче говоря. Ой, блин. Об каждую ступенечку, об каждую пружиночку и так далее. Этот конферкл Соник, естественно, идет по одному маршруту, заранее запрограммированному, и он не может совершить ошибки, в отличие от меня. Это немножечко грустно, не правда ли? Что-то ссаная железка может все идеально проделывать, а я, к сожалению, нет. Ну ладно, посмотрим. Да-да, тут вот тоже можно было срезать и сэкономить время. Ну ладно, я сохранюсь, наверное, прямо посреди гонки на всякий случай, только я смогу его сейчас обогнать, и пошел он нахрен, короче говоря. Так. Эм, можно было вообще сюда не спредевать, получается. Но, в принципе, пока что у меня неплохо выходит, поэтому я еще раз сохраняюсь, и погнали, погнали, погнали. Не хочу переигрывать это все по 10 раз, тем более меня уже заманала эта сраная гонка еще в прошлый раз, я, блин, в Соник 4 несколько жизней потерял, пытаюсь ее пройти. Теперь заново всю эту хренатень проходить, просто ужас какой-то. Я с первого раза прошел. Что-то какой-то пососный фекл Соник, однако. Даже ни разу меня не опустил. Э, так-то. Ранг А получил, вы охренели что ли? Это что, получается, сам фекл Соник там не мог даже на ранг А пройти? Ну и лох, просто ужас какой-то. Вернее, на ранг С. Фух. Но это был только первый босс, потому что, естественно, нас так просто не пропустят, у нас же тут два ключика, как видите. Это означает, что следующий босс — это нечто тоже знакомое и интересное. Настройка интересная, что, наверное, я в кое-то веке заткнусь и просто послушаю музыку. Так, сохраняемся. И поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Ка! Ух ты, победил картинку! Какой однако герой, не правда ли? Еще одна картинка! Я еще не кончил! Еще, еще раз! Ха! Еще раз! Ха! Да-да-да-да! Натяни меня! В смысле? то есть, да! Этот прием называется «Самонавлящийся атака», хочешь попробовать? Ага! Птюф! Вот это пастище, конечно! В такую однако ни одна сосиска влезет! Эээ, вообще неплохо. Сложно поверить, что ты в первый раз пытаешься. Теперь ты можешь это делать, и для этого будет весело вернуться в бейса, который ты уже посетил, чтобы посмотреть, что ты можешь найти. Фигайся, конечно, идея для бэктрекинга. Ого, что? Ох, мальчик. Так, понятно. Поиграли в свои интересные игрища, и всё получается. Причём, что интересно, у нас разблокивались только две зоны, а не три. Что бы это значило? Хм. Я чё-то подзабыл уже сколько там зон, но кажется их будет поменьше. Три зоны было вроде бы только вот один раз в классике. Но впрочем, посмотрим. Как видите, за одну серию я смог пройти сразу же эти три зоны, и сразу же этих первых двух боссов. В принципе, получается неплохо до начала игры, не правда ли? Посмотрим, что у нас будет дальше. Давайте мы пока что отдохнём и скоро продолжим.